В эфире телеканала «Кариба. Итоги недели» в студии Анны Корнетова. Здравствуйте! В этом выпуске вы увидите. Лесные пожары в районе Магадана – основная тема этой недели. Борьба с ними продолжается. На телевышке произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадал ребенок. Хотят ли магаданцы прививаться от коронавируса? Ответ на этот вопрос в проекте нашего телеканала «Народное мнение». Колымчане смогут воспользоваться дальневосточной ипотекой на вторичном рынке жилья. Правительство страны расширило программу. Одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе были пожары. Горела Нюкля, Сокол и Уктар. С пламенем возле поселков боролись несколько десятков человек и техники. Постановление мною подписано по введению режима чрезвычайной ситуации. И одновременно сейчас будет размещено на сайте и постановление об объявлении на территории муниципального образования город Магадан особого режима противопожарной безопасности. В соответствии с этим нельзя ходить в лес, нельзя разжигать костры, нельзя заниматься палом травы, как в сельскохозяйственных нуждах. Нельзя заниматься поджогом травы на участках, на огороднических. Любят к зиме подготовиться. То есть не вести никакие работы, связанные с огнем на территориях, естественно, граничащих с лесополосой. Все это позволит. Будет, во-первых, очень жестко осуществляться контроль силами инспекторской службы городского управления по делам ГОЧС, регионального пожарно-спасательного центра, главного управления по делам гражданской обороны с тем, чтобы не допустить. А главной причиной данных пожаров, по мнению сотрудников МЧС, является человеческий фактор, а точнее неосторожное обращение с огнем. Обращаясь к жителям города Магадана, предупреждаю, что имеется уголовная и административная ответственность за несанкционирование обращения открытым пламенем. В настоящее время у нас было одно уголовное дело, где привлекли члены одного человека за поджог травы и 13 административных протоколов. Ну, уголовное дело, которое сейчас довели до суда, 175 тысяч штрафа и 300 часов исправительных работ. 23 сентября губернатор Магаданской области принял участие в заседании Совета приполномоченно представителей президента страны в Дальневосточном федеральном округе. Его провел Юрий Трутнев во Владивостоке. Один из вопросов, который поднял Сергей Носов – необходимость дополнительного финансирования для ускорения реализации многих проектов, в том числе развития спорта, строительства социальных объектов и жилья. На просьбу губернатора был получен положительный ответ. Юрий Трутнев сказал, что в округе есть отстающие субъекты, имеющие низкий процент исполнения по планам социального развития центров экономического роста – это Еврейская автономная область, Камчатка и Хабаровский край. Пол предпрезидента в ДФО предложил перераспределить часть финансирования из других регионов в пользу Магаданской области, успешно выполняющей все планы и проекты в срок. Я попросил поддержать, перераспределить часть средств с других объектов в пользу Магадана, потому что Магадан выполняет все абсолютно планы в срок, у них нет ни одного срыва, и я уверен в том, что это нужно поддерживать. У нас сейчас нет предложений, у кого немножко снимем, но в пользу Магадана мы какие-то средства снимем, тем более, что он сказал, что готов их освоить уже в этом году. Жители Магаданской области смогут воспользоваться дальневосточной ипотекой на вторичном рынке жилья. Правительство страны расширило данную программу, премьер-министр подписал соответствующее постановление. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Теперь купить не новую квартиру можно на всей территории Колымы и Чукотского автономного округа. Раньше выбор был ограничен исключительно сельской местностью. Такое условие будет действовать при заключении кредитного договора до конца 2021 года. Если средства выдаются на строительство дома, в качестве залога теперь разрешено использовать недвижимое имущество из любого региона. На два месяца увеличился и максимальный срок погашения кредита. Отзыв о качестве бесплатного питания учащихся младших классов теперь можно оставить на портале Госуслуг. Об этом сообщается на сайте правительства Магаданской области. Родители колымских учеников начальных классов могут оставить свой отзыв, жалобу или предложение по организации системы горячего питания в школе. Для этого необходимо заполнить на портале Госуслуг специальную форму. Сервис доступен пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись. Ответ на обращение поступит в личный кабинет, а также на электронный адрес заявителя в течение 15 дней. В новом учебном году на Колыме начали работать 56 школ. Региону выделили федеральную субсидию на 2020 год в размере более 47 миллионов рублей. А с учетом областного финансирования сумма составила почти 52. Благодаря этим средствам все школьники с 1 по 4 классы обеспечены бесплатным горячим питанием. На этой неделе наша съемочная группа вместе с молодежкой ОНФ отправилась в рейд. Главная цель – проверить, соблюдаются ли эпидемиологические требования в общественном транспорте, в том числе масочный режим и социальное дистанцирование. Подробности у Олеси Хитагуровой. Микрорайон «Звезда», конечная остановка маршрута номер 26. Водитель только что подъехавшего микроавтобуса без маски и перчаток. Говорит, снял их недавно, когда все пассажиры вышли. При подготовке к новому рейсу обязательно обработает руки, наденет средства индивидуальной защиты. А вот о том, что дезинфицировать нужно не только руки, но и салон автомобиля, он не слышал. Чем вы обрабатываете хлор? Хлор или что-то на гараже каждый день. А вы знаете, что вы каждый раз должны обрабатывать? Это не каждый раз нам не говорят, это вечером. В первой половине дня этот маршрут пользуется популярностью. Все сидения заняты, какая уж тут социальная дистанция. Но, по словам пассажиров, угрозы здоровью практически нет. Ведь они же соблюдают масочный режим. Ну, может быть, не все так, чтобы вот, но то, что практически, там, если один-два сидит без маски, то я могу тут это... А состояние самих машин как? Состояние чего? Ну, то есть чистая ли машина? А водители соблюдают масочно-перчаточный режим? Ну, масочный, я думаю, да. Вот насчет перчаток я как-то не обращала внимания просто, потому что там же с деньгами дела, ну не знаю. А вот в автобусе с номером 25 на лобовом стекле нам не рады. Почему вы без маски? У вас есть маска в новичке? Есть, конечно. А где-то, пожалуйста, маска вы работаете. У нас большой прирост заболеваний. Я задохаюсь. 50 часов посидите за рудом. Вы не должны 15 часов работать, это значит, что улучшение заболевания. Ну, маску, уже не надо. Соболевание. И у вас должны быть обязательно перчатки, антисептик для людей. Вы же понимаете, что люди болеют. Для людей? Перчатки? Кто мне их выдаёт? Ну, вот поговорите с вами, вы показали. Ну, вы говорите, вы хотите, вы говорите, я что, еще буду заботиться. Каждый заплодится. Показательной оказалась 50-я маршрутка. Здесь водитель в маске и большинство пассажиров. И посадочные места обозначены с учётом соблюдения социальной дистанции. Итог рейда подвела координатор по молодёжным проектам молодёжки ОНФ Магаданской области Елена Зинченко. Видим, что на данном этапе водители соблюдают масочный режим. И, ну, всё равно пришлось предупредить водителя, что он должен это соблюдать и одевать перчатки, так как он работает с деньгами. Пассажиры все в масках, все в масках. Но сегодня мы видим, что всё равно нет дезинфекции в маршрутке, у них нет антисептика. По словам водителя, мы понимаем, что они убирают. И маршрутки стали чище по сравнению с тем, что было до этого. Уже на следующей неделе состоится наш совместный рейд с молодёжкой ОНФ по поликлиникам города. О том, соблюдают ли там требования, касающиеся санитарно-эпидемиологической безопасности, мы расскажем в ближайшем выпуске новостей. Олеся Хитогурова и Евгений Яковлев. Специально для Карибу. Авария с пострадавшим произошла утром 25 сентября на телевышке. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Магаданской области, 45-летний водитель автомобиля Toyota Harrier выехал на тротуар, наехал на 16-летнего пешехода, потом врезался в припаркованный автомобиль Lexus. В результате ДТП подросток получил телесные повреждения и был доставлен в Магаданскую областную детскую больницу. По факту дорожной аварии сотрудники полиции проводят проверку. Будут ли магаданцы прививаться от коронавируса? С этим вопросом наша съемочная группа вышла на улицы города. Какие ответы давали жители областного центра, узнаем в проекте «Народное мнение». Здравствуйте. Скажите, вы будете прививаться от коронавируса? Нет. Почему? Не хочу. Не знаю, может быть. Ну а что может повлиять на ваши решения? Почему? Да ничего. Как муж приедет, значит вдвоем мы пойдем. Ну, думаю, что да. Почему вы приняли такое решение? Ну, чтобы не болеть. Я сама думаю, что коронавирус является одним из видов гриппа. И для того, чтобы дать какую-то рекомендацию, я, скорее всего, некомпетентна в данном случае, потому что это должны давать только медики. Кому она влияет положительно, кому отрицательно, это покажут в ближайшее время те, которые у нас находятся в роли экспериментирования. Ну, знаете, мне это не интересует. А прививаться будете от коронавируса? Нет. Скажите, будете ли вы прививаться от коронавируса? Нет. Я нет, не буду. Почему? Потому что я не знаю, что это за прививка. Я не могу быть уверенным в ее полезности и в ее безопасности. И учитывая, что нету иммунитета у человека, то лучше лучше быть привитым и быть хотя бы уверенным, что не будет осложнений в дальнейшем. То есть будет возможность иммунитета справиться с болезнью. В принципе, так. Здравствуйте. Скажите, будете ли вы прививаться от коронавируса? Буду. Почему? Чтобы не умереть. Здравствуйте, не знаю. Посмотрим. Ну, от гриппа точно буду прививаться. Там посмотрим. Нет. Почему? Потому что она еще не пробирована. Хорошо, я не хочу быть воспитуемой. Больше да. Почему? Нужно защитить свое здоровье. Наверное, да. Почему? Чтобы защититься? Нет. Почему? Ну, потому что не хочу. Ну, есть какое-то объяснение? Да. Ну, я так думаю, что все это постанова какая-то. И я не верю в этот вирус. Я думаю, это все для чего-то, какой-то плохой целью все делается. Я не буду, потому что я не врач. 21 вакцина на 21 врача. Так что я не буду. Да, буду. Почему приняли такое решение? Ну, время сейчас такое, что от всего, в принципе, выриваться. Цена до вируса мутирует. И в целом надо следить за своим здоровьем. Юбилейный 15-й по счету конкурс в области педагогики под названием «За нравственный подвиг учителя» проходит в нашей стране. На данный момент проводят региональные этапы. Местом организации и сбора по Дальневосточному федеральному округу в этот раз стал Магадан. Свои работы прислали 49 участников из 9 субъектов. Оценивать их в столицу Колымы слетелись представители нескольких регионов Дальнего Востока. В течение четырех дней члены экспертной комиссии из Хабаровска, Петропавловска, Камчатского, Якутска, Владивостока, Южно-Сахалинска и Магадана рассматривали конкурсные материалы. Сегодня в торжественной обстановке подвели итоги. Грамм при конкурсе присужден Аризанцевой Ирине Валентиновне, заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Магадана, Центр развития ребенка, детский сад номер 46, который представил информационно-практикоориентированный проект по нравственно-патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Зарют победа». Это номинация за организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения. Победителей определили по нескольким номинациям. Ими стали представители третьего детского сада «Город Владивосток», школы номер 3 из Петропавловска-Камчатского и двух образовательных учреждений из Магадана. Среди последних выделили коллектив авторов, педагогов СВГУ с работой «Православная Колыма» и преподаватели гимназии 24 с проектом «Духовные зерна». Несмотря на то, что работ было не очень много, и, к сожалению, не все участники Дальневосточного федерального округа смогли представить свои работы и приехать в качестве экспертов, уровень работы достаточно высокий. Очень мне понравились магаданские работы. Ну, конечно, своя, которая стала победителем. Уровень организации и мероприятия тоже достойный. Грамота и поощрительный приз достались сотрудникам детского сада номер 7 из города Алёкминск, Якутия. Выбранные комиссии «Педагогические труды» в дальнейшем будут направлены на всероссийский этап конкурса. Анна Корнетова, Виталий Моряков. Специально для «Карибу». Далее информация о погоде. Не переключайтесь. 26 сентября в Магадане солнечно, без осадков. Температура ночью плюс 5 градусов, днем до плюс 12. Ветер от 3 до 7 метров в секунду. Это все новости к этой минуте. Смотрите телеканал «Карибу». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова